Библейский портал экзегет.ру представляет Первая глава книги пророка Варуха, я читаю перевод синодальный для библейского портала экзегет. Книга неканоническая, то есть она переведена с греческого и возникают сомнения о ее авторстве, но явно Варух, вообще-то Варух это такой секретарь пророка Иеремии. Да, Варух не был ее автором от начала до конца, потому что здесь длинное предисловие, где он явно действующее лицо, а не автор. И может быть это просто такой скорее текст, составленный что ли как резюме, вот краткое изложение того, что нужно знать иудеям во время плена. Вавилонский плен, он не сразу случился, да, то есть их переселили сначала одну порцию, партию, потом другую, заодно там разрушили Иерусалим, и какие-то связи оставались некоторое время. Ну, в общем-то, все время оставались связи между иудеями, живущими в Ханаане, в Святой Земле, и теми, которые в Вавилонии. И главный вопрос, который остается, как себя ощущать вот в этой ситуации полной катастрофы. Вот об этом книга Варуха. Можно считать это, ну, что это такое, краткая альтернатива книге Иеремии. Да, вот бывает большая сложная книга, а бывает такая тоненькая брошюрка, где все самое главное сказано, но не так полно, красиво, ярко. Вот книга Варуха, это тоненькая брошюрка книги Иеремии. Слова книги, которую написал Варух, сын Нерии, сына Моосея, сына Садыкия, сына Осадия, сына Хилкия в Вавилоне, в пятый год, седьмой день месяца, в то время, когда халдеи взяли Иерусалим и сожгли его огнем. Ну, после переселения, очевидно, имеется в виду датировка. И прочитал Варух слова всей книги вслух Ихонии, сына Акимова, царя Иудейского, и всего народа, пришедшего к слушанию книги, и вслух вельмоши, сыновей царских, и вслух старейшин, и вслух всего народа, от малого до большого, всех живших в Вавилоне при реке Суд. И они плакали, и постились, и молились пред Господом. То есть это вот действительно такая книга. Но что интересно, нигде не сказано, что это было Слово Божье, которое обычно в начале пророческой книги у нас всегда упомянуто. А здесь Варух написал эту книгу и прочитал. В общем-то, видите, у неканонических книг несколько иной статус, даже вот по тому, как они устроены. Это сочинение Варуха, а не сказано, что пророчество от Господа. Может быть, это такой ответ, да, вот у Иеремии Слово Господне, а здесь Слово Человека. Где оно? Вот Варух говорит, что мы на это ответим. И они плакали, и постились, и молились пред Господом. Слово еще нет, но его результат уже есть. Это уже, наверное, потому что нигде нет Слова Господнего в начале этой книги, не упомянуто оно. Но мы видим, что это Слово человеческое, причем Слово дошедшее до какого-то очень важного результата. Более того. И собрали серебра, сколько было по силам каждого, и послали в Иерусалим, к Акиму, сыну Хилкея, сына Солому, первосвященнику и к священникам, и ко всему народу, находившемуся с ним в Иерусалиме. Когда Варух, унесенный из храма сосуду Дома Господня, принял для возвращения их в землю Иудейскую, в десятый день месяца Сиала, сосуды серебряные, которые сделал Садыкея, сын Иосия и царь Иудейский. После того, как Новоходоноср, царь Вавилонский, переселил из Иерусалима Ихонию, и князей, и узников, и вельмоши, народ земли, и привел его в Вавилон. Здесь немножко странно получается, потому что, смотрите, у нас получается, что халдеи взяли Иерусалим и сожгли его огнем, и одновременно они посылают в храм уже, получается, разрушенные сосуды, которые из этого храма забрали, и просят принести в нем жертву. То есть некий анахронизм. Тоже об этом это заставляет думать, что книга скорее литературная, чем исторически точная. Но это даже не очень важно. Важен действительно ответ на произошедшие события. И говорили они, вот мы посылаем вам серебро, и купите на это серебро всесожжение и жертву за грех и лада, ну то есть то, что по закону Моисеева полагается, и приготовьте дары, вознесите на жертвенники Господа Бога нашего. У Эзекииля как раз было видение храма, то, что можно не в храме, что храм — это лишь одно из мест, да, самое главное и лучшее, но не единственное место обитания Бога на земле. Тут вот все в храме должно еще быть. И молитесь о жизни кого, как вы думали бы? Навуходоносора, царя Вавилонского, о жизни Волтасара, сына его, чтобы дни их были, как дни неба на земле. Вот уж не те люди, о которых хотелось бы молиться, да. Но это принцип молитвы о властях. То есть то, что иудеи в плену приняли как свой основной способ выживания, и то, что потом восприняли уже в христианской традиции, мы лояльны властям и молимся за их благополучие. Лояльны не значит исполняем все, что они говорят. Если они требуют отречения, если они требуют чего-то противного закону, естественно, мы этого не делаем. «И даст нам Господь силу и просветит глаза наши, и мы будем жить под покровом Новоходоносора, царя Вавилонского, и под покровом Волтасара, сына его, и будем служить их много и много дней, и найдем милость у них. Молитесь и о нас, Господу Богу нашему, так как мы согрешили пред Господом Богом нашим, и не отвратилась от нас ярость Господа и гнев его до сего дня. И прочитайте сию книгу, которую мы посылаем вам, чтобы обнародовать Дамы Господнем в день праздничный и в дни нарочитые». То есть эта книга еще и некая коллективная молитва иудеев-рассеяния, которую они приносят Богу и хотят, чтобы она была принесена в храме, которого, впрочем, уже, получается, нет. Ну и, наконец, что, собственно, они хотят сказать-то Богу. Вот действительно слово людей по отношению к Богу. «И скажите, у Господа Бога нашего правда, а у нас стыд на лицах, как сегодня, у всякого иудея, у живущего в Иерусалиме, и у царей наших, и у князей наших, и у священников наших, и у пророков наших, и у отцов наших, от того, что мы согрешили пред Господом, и не покорялись Ему, не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы ходить в повеление Господа, которое Он дал нам пред лицом в нашем. С того дня, в который Господь вывел отцов наших из земли египетской, до сегодня мы были непокорны пред Господом Богом нашим и не брегли о том, что не слушали глаза Его». То есть коллективная вина, причем вина предков, это же много поколений сменилось после выхода их из Египта. Но нет, скорее, развития некоторой линии действия. То есть не просто кто-то когда-то вел себя плохо, а кто-то когда-то так себя вел, но и мы продолжаем так же. И тоже очень важно, что много этого в Ветхом Завете ощущение ответственности за свои исторические провалы, то, что люди очень не любят говорить и признавать. За провалы своего народа, в частности. «Посему и постигли нас бедство и клятва, как сегодня, которое определил Господь пред рабом своим Моисеем в тот день, в который вывел отцов наших из земли египетской, чтобы дать нам землю, текущую молоком и медом». То есть условия договора, когда выходили из земли египетской, то было все названо, что будут благословения или проклятия в зависимости от поведения. Ну, вот оно и сбылось. «И не слушали мы глаза Господа Бога нашего во всех словах пророков, которых он посылал к нам. Мало того, что был закон, были еще пророки. И ходили каждый по мыслям злого сердца своего служайным богам, совершая злые дела предачами Бога нашего». Вот, собственно, потому все это и произошло. Но эта мысль будет продолжена во второй главе. Субтитры создавал DimaTorzok